Девушки отдыхают Девушки отдыхают Прямо сейчас срочная новость В городке Плезентвиль Это нью-йоркский округ Висчестер Найдены тела четверых человек Двоих взрослых и двоих детей У полиции есть несколько версий Произошедшего Одна это умышленное убийство А вторая это версия просто убийства Ну или даже самоубийства Мы сейчас следим за ситуацией Я добавлю, что к этому городу Сейчас стянуты все представители Экстренных служб штата Нью-Йорк Если появится новая информация Мы обязательно ее сообщим в прямом эфире Ну а пока к другим темам В Бруклине в ДТП погибла сотрудница Департамента образования города Трейси Беглрейф Было 40 лет Внедорожник, зарегистрированный в Северной Каролине Вылетел на одностороннюю тупиковую улицу И на полном ходу сбил женщину Трейси была всего в минуте От своего офиса От полученных ранений она скончалась на месте Известно, что предполагаемому виновнику Смертельного ДТП 81 год Он, кстати, не пострадал Но оказался заблокирован в машине Коллеги сотрудницы департамента образования Шокированы этой трагедией Ведь все случилось на тупиковой улице Где обычно не так много автомобилей Водителю пока не предъявили никаких обвинений Сейчас пожилого мужчину допрашивают следователя И там же в Бруклине Стражи порядка арестовали учителя Одной из государственных школ Педагога обвиняют в нападении на 12-летнего ученика 57-летний Роджер Джесси Преподавал математику для учеников 7 класса Во вторник он пришел на работу в плохом настроении А когда один из учеников пытался не пустить другого в класс У учителя сдали нервы Джесси оттолкнул ребенка А потом ударил его в грудь Пострадавшего школьника доставили в больницу Преподаватель свою вину отрицает И не желает общаться с журналистами Пока лишь известно, что преподаватель работает в государственной школе С сентября этого года Но, скорее всего, после скандала Его все-таки уволят Другим новостям Ни в чем не виновен, дело закрыто Примерно такими словами Закончился громкий судебный процесс В отношении бывшего русскоязычного члена Ассамблеи штата Нью-Йорк Алика Брука Красного Прокуратуре так и не удалось доказать Что экс-политик, работая в медлаборатории Давал взятки и подделывал документы В суде Манхэттена Представители обвинения утверждали Что Брук Красный вместе с сообщниками Подделывал медицинские анализы После чего другие участники преступной схемы Русскоязычные врачи Выписывали своим пациентам Нелегальные рецепты На препарат оксикодон Напомню, это сильнодействующее Болеутоляющее средство Которое производится на основе опиоидов Но в итоге громкое дело Развалилось Адвокаты, экс-политика Справились со своей работой на отлично Они доказали, что их подзащитный Выполнял, цитата Приказы недобросовестных врачей Конец цитаты Ну и сейчас Алик Брук Красный Находится на свободе Редакция программы Дежурного по Нью-Йорку Пыталась связаться с экс-политиком Но на телефонные звонки Он так и не ответил А вот другой, не менее известный В русскоязычной общине Житель Нью-Йорка Все-таки не смог избежать Уголовной ответственности Это Леонид Гершман Один из лидеров преступной группировки Которая шесть лет Орудовала в районе Брайтон-Бич Приговор судей представитель банды Русских гангстеров Выслушал довольно спокойно Признав свою вину Чем же так прославились Участники преступной группировки Узнал дежурный по Нью-Йорку Осужденный Леонид Гершман 36 лет В узких кругах известен как Ленчик, Лени или просто Леня Главный пункт обвинения Рэкет Теперь Леонид Гершман За решеткой проведет 196 месяцев Это 16 лет с хвостиком По данным следствия В 2011 году Именно этот человек С русскоязычной фамилии Создал преступную группировку Которая орудовала В русскоязычных районах Бруклина Американские журналисты Прозвали их русскими гангстерами Преступная группировка Где не последнюю роль Играл Леонид Гершман Обосновалась в Бруклине В легендарном районе Брайтон-Бич Здесь бандиты Считали себя королями жизни По версии следствия В течение 6 лет Они вымогали У предпринимателей Деньги Занимались рэкетом И превратили Брайтон В центр Подпольного Игорного бизнеса В то же время Там же в Бруклине В районе Кони-Айленде Проживает большое количество Русскоязычных жителей Участники преступной группировки Куда конечно же Входил Леонид Гершман Открыли подпольный Покерный клуб По самым скромным подсчетам Выручка за день Составляла 800 тысяч долларов В костя группировки Входили как минимум 6 человек Все они поддерживали связи С русскоязычными Ворами в законе Из бывшего Советского Союза По крайней мере так Считают в прокуратуре А это выходцы Из стран Бывшего Советского Союза Там есть Молдавия Есть Украина Есть даже Азербайджан Поэтому эти люди Которые Между собой Дружили И у них была возможность Создать подпольное казино Где был карточный дом Люди Которые туда приходили Играли Проигрывали И не платили Свои долги Именно так Они пугали Физической расправой Если долги не будут выплачены Тем более представлено Много обвинений Включая поджог Продажа наркотиков Продажа оружием И значит Вбивание денег Значит Рэкет Русские гангстеры Любили тусоваться в клубах Посещать дорогие магазины В Нью-Йорке Русскоязычных бандитов Миллионеров Помнят многие Как говорят следователи Леонид Гершман Зарабатывал деньги В Бруклине А тратил их В самом центре Манхэттена Это знаменитая Мэдисон-авеню Сюда из материалов Уголовного дела Это известно Гершман приезжал регулярно То покупал часы Rolex То самые модные Вот такие кроссовки За несколько тысяч долларов Леонид Гершман Никогда не действовал в одиночку Он всегда мог рассчитывать На своих друзей Из криминального мира Главным напарником Стал Алексей Цветков Алексей Цветков 40 лет В узких кругах Известен как Пелемень Или просто Леша Сейчас этот человек Только дожидается Приговора суда Однако у следователей Есть неоспоримые доказательства Вины Цветкова Например Видеозапись Которая была сделана С камер наружного Видеонаблюдения В русскоязычном Районе Бруклина Вот та самая запись На ней считают следователи Алексей Цветков Выходит из спорткара Синего цвета И начинает Избивать своего Обидчика Тот якобы Украл из общака Группировки Марихуану Когда молодой человек Падает Цветков продолжает Бить его ногами Чуть позже Эти кадры из жизни Русскоязычной банды Стали пристально изучать В правоохранительных органах Задержали участников банды В ходе расследования Поджога одного из зданий Где находился Покерный клуб Так лидеры ОПГ Гершман и Цветков Пытались устранить Своих конкурентов Этот факт удалось доказать Следователям в суде Почти сразу после Задержания русских гангстеров Теперь от роскошной жизни И Леониду Гершману И Алексею Цветкову Придется отказаться Встречать ближайшие праздники Они будут в местах Лишения свободы Ленчик в тюрьме А Пелемень В следственном изоляторе Ему пока еще Не вынесли приговор Денис Чередов Павел Ащулов И Феликс Люкман RTVI Нью-Йорк Ну и сегодня Жители русскоязычного района Брайтон-Бич Обсуждают еще одну новость Накануне стало известно Что полицейские Арестовали молодого человека Которого обвиняют В убийстве Иммигранта из Украины Дмитрия Гольфарба Друзья погибшего Говорят, что Дмитрий Никогда не вступал В конфликт И вел обычный образ жизни С места событий Передает журналист Константин Артемьев Чтобы задержать Подозреваемого В непредумышленном убийстве 52-летнего Дмитрия Гольфарба Который долгое время Жил здесь В районе Брайтон-Бич Полицейским потребовалось Около полугода Известно, что Обвинения предъявлены 22-летнему Кайлу Гулино Именно этот молодой человек В день убийства Мог попасть в камеры Наружного видеонаблюдения И вот Эта запись Июль этого года По Бодворку Вместе с женщиной Идет молодой человек В городе тогда стояла жара Поэтому Кайлу Гулино Решил снять футболку Пока не ясно Когда была сделана Эта запись То ли до То ли после убийства Напомню, что По версии следствия Именно этот молодой человек До смерти Избил Дмитрия Гольфарба Который Позже Скончался в больнице Сейчас Следователи Допрашивают Подозреваемого Чтобы выяснить Мотивы убийства Гулино Гулино Грозит До 15 лет Лишения свободы По одной из версий Нападавший Сразу после убийства Мог покинуть Соединенные Штаты И вполне возможно Что за ним Уже Наблюдали Оперативники И вот Накануне Вечером Кайло Гулино Был задержан Для района Брайтон Бич Это преступление Скорее Исключение Из правила Потому как Главная улица Русской Америки Всегда была Безопасна Костя Артемьев Игорь Гнездилов Специально для Дежурного по Нью-Йорку Продолжаем выпуск Дежурный по Нью-Йорку Стал свидетелем Происшествия В центре Манхэттена На станции Метро 7-я Авеню Накануне днем Пассажиров Ветки Ди Срочно эвакуировали Из метрополитена Как нам удалось Выяснить Мужчина При движении поезда Попытался перейти Из одного вагона В другой Но по какой-то причине Застрял между ними Полицейские Спасатели Довольно быстро Отреагировали Буквально за 5 минут Они смогли вытащить Неизвестного человека Из-под состава Оказалось, что Пострадавший Не имеет места жительства Ему оказали Первую помощь на месте А затем Доставили в приют Движение поездов На станции 7-я Авеню Было практически Сразу же Восстановлено Другим новостям Полиция Нью-Йорка Разыскивает мужчину Которого прямо сейчас Вы увидите На своих экранах На записи С камер Наружного наблюдения Видно Как неизвестный Оглядывается по сторонам И убедившись в том Что никто не смотрит Его в сторону Хватает 18-летнюю девушку За интимное место Все произошло На станции метро Юниан Сквер Мужчина сразу После этой выходки Покинул подземку Если вы стали свидетелем Случившегося Или узнали этого человека Узнали этого человека Свяжитесь С департаментом Полиции Нью-Йорка Телефон горячей линии Сейчас вы видите На своих экранах Ну а мы продолжаем Недавно мы рассказывали Вам о городской программе В рамках которой Нью-Йорк переселяет Бездомных людей В другие штаты Оплачивая им переезд И первый год аренды Жилья на новом месте Сейчас известно Что городские власти Уже переселили Более 5000 семей И потратили на это Больше 89 миллионов долларов Правда принимающим Штатам и городам О переселенцах Предпочитают не сообщать И вот на этой неделе Мэрия соседнего Нью-Арка Это штат Нью-Джерси Отреагировала на программу И уже подала судебный иск Против мэра города Билла де Блазио Также Нью-Арк Официально объявил Такое переселение бездомных Вообще является незаконным Так что теперь Любой бродяга Переехавший по программе Помощи бездомным В Нью-Арк Будет считаться Просто преступником Другим темам И теперь о богатых И знаменитых Знаменитая 53-летняя Супермодель И актриса Синди Кроуфорд Решила приобрести Пентхаус В Манхэттене Апартаменты Апартаменты расположены По адресу 199 Мод Стрит Синди Приглянулся Пентхаус С тремя спальнями Также в доме Есть три ванных комнаты Библиотека И терраса на крыше Стоимость Пентхауса Составляет 10 миллионов долларов Но для звезды Это совсем небольшие деньги В прошлом году Модель Продала Жилой комплекс Малибу За 45 Миллионов долларов В прямом эфире На нашем канале В фейсбуке Вы смотрите Программу Дежурный по Нью-Йорку Я Денис Чередов Мы продолжаем выпуск С приходом праздников И распродаж Жители Нью-Йорка Отправляют И получают Все больше посылок А с ними Растет и число Краш почтовых отправлений Так Жителям города Приходит почти Полтора миллиона Посылок в день И как сообщает Нью-Йорк Таймс В среднем 90 тысяч посылок С подарками Просто не доходят До адресата Зачастую Воров не могут Остановить Ни камеры Ни бдительные соседи Краши происходят А вот люди Не так охотно Сообщают о них В полицию Ведь магазинам Быстрее и удобнее Возместить стоимость товара Чем заниматься Поиском пропажи Тем не менее Полицейские советуют Во-первых Всегда отслеживать Заказ По трек-номеру И использовать Опцию Получения посылок Под роспись А если вы не дома В день доставки То укажите адрес друга Который примет посылку Ну конечно вам отдаст От себя добавлю Что вы также можете Заказывать из интернета Любую посылку На ваш рабочий адрес Или ближайшую Круглосуточную аптеку Где есть пункт выдачи Кстати можно даже Купить страховку Особенно когда стоимость Вещи превышает 300 долларов И не забудьте Дать курьеру Четкие инструкции Где он может Оставить Вашу посылку Ну и сейчас Невероятные кадры Церемонии Зажения огней На главной Ёлке Нью-Йорком По традиции К этому Предпраздничному событию Готовятся несколько дней В город Специально приезжают Тысячи туристов Ну и как обычно Заветную кнопку Нажал Мэр Нью-Йорка Билл Деблайзен Ну давайте уже посмотрим Как это было Мегро Все готовы? Мы готовы? 5, 4, 3, 2, 1 Субтитры создавал DimaTorzok He rules the world With truth and grace And makes the nations prove The glories of His righteousness And wonders of His love And wonders of His love And wonders of His love Ну и в Нью-Йорке Уже открылись Ёлочные базары Купить рождественское дерево Можно в любом районе Большого яблока Натуральную ель Даже можно заказать По интернету Но как известно Мы легких путей Не выбираем Поэтому моя коллега Лиза Каймен Отправилась в город И узнала Как выбрать Правильную елку И сколько за это удовольствие Придется заплатить Каждый декабрь Уже 4 года подряд Валерий вместе со своим бойфрендом Приезжают в Нью-Йорк Из Квебека С собой пара традиционно Привозит канадские елки На продажу Бизнес идет хорошо Работают круглые сутки Прямо на тротуаре Бродвея По законам города Специальное разрешение Для этого получать не надо Главное, чтобы владелец здания Напротив Не возмущался Стоимость елок Зависит от размера Сорта и качества Варьируется от 30 до 300 В зависимости от того, что выбрали День на день не приходится Когда 10 продадим Когда и 30 Заработок канадских гастарбайтеров Разный В среднем от 10 до 15 тысяч долларов За праздничный сезон Минус расходы на перевозку И таможенные сборы В остатке не так уж много Учитывая, что полтора месяца Приходится жить тут же В палатке рядом с товаром То есть елками Средняя стоимость рождественской елки Составляет около 120 долларов Вот такие небольшие елочные базары Появляются в предпраздничный период Практически по всему городу Что называется Around the corner То есть за углом Притом почти за каждым Если вдруг по какой-то причине Вы не нашли дерево Правильного размера Или правильной формы То прямо здесь Вы можете его довести до совершенства С помощью вот таких секаторов Можно обрезать ветки Ну а если нужно укоротить черенок То поможет вот такая пила А она не включается Ооо, включается Все, что обрезали Тоже можно продать Здесь все идет в дело Даже вот такие спилы от ствола Из них можно сделать снеговика А выражение лица Мне кажется Как раз посредине празденства А то, что продать нельзя Отдают даром Надпись гласит Понюхайте Здорово Берите даром Если все-таки выбрали дерево А не ветку Тут же можно купить и подставку Ее закрепят на елке И даже могут доставить на дом Но если решите забрать сразу Праздничный комплект Упакуют на месте Кстати, специалисты Рекомендуют наряжать елку Только после того Как она два часа Постоит в комнатной температуре Потому что Тогда распускаются И расправляются все иголки В сезон праздников Американцы покупают Около 30 миллионов елок И тратят на это Почти 2 миллиарда долларов Это не считая игрушек и гирлян Есть, конечно, альтернатива Сэкономить и купить искусственную Которая будет стоять Каждый год одна и та же Но большинство жителей Того же Нью-Йорка Знают живая елка Это ведь совсем другие ощущения Вот такую елку, конечно, на базаре не купишь Их привозят из специальных питомников Для того, чтобы украсить город Перед Рождеством Здесь пока не зажглись гирлянды Их торжественно зажгут завтра Зато главная елка этого города Города Нью-Йорка Около Рокфеллер-центра Уже пылает огнями Ее зажгли накануне Лиза Каймин Зал Чичуя Специально для дежурного по Нью-Йорку Операция Санта У каждого жителя США Есть возможность стать Дедом Морозом И в этом поможет вам Почтовая служба страны Система работает так Любой нуждающийся ребенок Может написать письмо В специальную региональную службу Далее на сайте почты Вы видите ее сейчас на своих экранах Можно зайти и прочитать письмо С просьбой к Санте Если вы можете купить такой подарок Запакуйте его И принесите на почту Ну и уже почтальон Бесплатно доставит этот подарок Ребенку Ну и последнее В больнице Монте-Фиор-Хелл В Бронксе Пациентов теперь лечат еще и музыкой Сотрудники госпиталя создали хор В котором каждый день поют Врачи и медсестры Но самое главное Сами пациенты могут тоже Исполнить свои любимые песни Сотрудники больницы уверены Что музыка и пение Помогают тем Кто перенес например инсульт И вот благодаря нововведению Больные даже стали быстрее выздоравливать Хор ведь объединяет всех В общем проще говоря Гармония исцеляет На этом у меня все Напомню что в любое время Вы можете связаться с нашей редакцией Если вы стали свидетелем происшествия Или сняли необычное видео Присылайте его к нам по адресу Который сейчас видите на экране Вполне возможно именно вашу новость Мы покажем в программе Дежурный по Нью-Йорку А я Денис Чередов Благодарю что были с нами Мы обязательно увидимся вновь На RTVI Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова